Слотокин. Королевский сезон. Починайте! Приветствую зрителей 24-го канала. Меня зовут Владислав Новиков. Вместе со мной сегодня Давид Шарп, военный эксперт, военный израильский эксперт. Давид, приветствую вас. Здравствуйте, Владислав. Добрый вечер. Хочу начать с вами разговор вот с какой интересной темы. Появилась запись переговоров якобы военных, российских военных, которые атаковали, их сегодня атаковали утром, украинские морские дроны «Бабель». Из разговоров на момент эвакуации следует, что от атаки погиб один моряк, пять ранены. Утром Минобороны РФ сообщило, что об атаке украинских морских дронов на патрульных катерах РФ в Черноморье. Затем сменили информацию на другой нарратив, что это были якобы гражданские суда. О потерях среди моряков вообще не говорили. Ну и говорят, что, конечно, Москва ни за что не будет просить помощи у соседних Турции и Болгарии. Известно ли вам что-то об этом инциденте? Если всё-таки известно, то хотелось бы услышать вашу оценку. Если нет, гипотетически, потому что информация свежая достаточно, гипотетически что могло произойти, какие у нас есть возможности в отношении топить русские корабли? На момент нашего с вами разговора я не знаю больше информации, чем то, что вы озвучивали. Но на самом деле, если этот перехват, всё упирается в то подлинный ли это радиоперехват? На первый взгляд, так вот, звучит, как вроде бы что-то в самом деле подлинное. Если да, то и речь идёт об ударе по военному кораблю, либо, возможно, транспорту, возившему что-то из Сирии в Сирию, то есть, в общем-то, военный груз. То есть, такие подозрения ходят. Так вот, если информация подлинная, то есть, есть погибшие и сраненые, то по всей, и судно неоткровенно гражданское, то речь идёт о первом таком успешном по-настоящему ударе украинских управляемых, дистанционно управляемых дронов по российским кораблям. До сих пор было, как минимум, несколько атак, не считая конкретно Севастопольской бухты. Более того, были даже очень успешные сближения дронов с российскими кораблями. Почему я это говорю? Мы видели видео прямо, когда он утыкается в борт. Но вот дальше, видимо, что-то шло не так, потому что корабли не оказывались сильно повреждены, тем более потоплены. Но далее были подтверждения, что он более-менее целый и невредимый, заходил в гавань и так далее. То есть, что-то было не то с боеголовками и с их срабатыванием. Если нынешний случай подлинный, то речь идёт о первой ситуации, когда, видимо, более-менее штатно сработало. Но я предлагаю дождаться подтверждений, а это тот случай, когда, вероятно, подтверждения будут, если в самом деле это произошло. До этого момента мы вообще знали об атаке лишь из уст, если можно так выразиться, российского Минобороны. Оно могло бы, собственно, ему не в проблему и выдумать атаку. Хотя, как правило, на самом деле ничего нереалистичного в такой попытке нет. Украинцев возможности заключаются, наверное, можно рассматривать два аспекта. Возможности украинцев наносить удары по российскому флоту. Если оставим в стороне авантюрный вариант атаки с воздуха, а вот такой более стандартный, то это, конечно же, береговые ракетные комплексы, которые в своё время потопили и Москву, и Василий Бех, судно менее крупное. Тем не менее, оно было потоплено, это был очень серьёзный успех. Но береговые ракетные комплексы, естественно, у них есть проблемы с досягаемостью на неких дистанциях, и, естественно, есть проблемы с обнаружением целей на больших дальностях. И вот здесь, для того, чтобы преодолеть эти объективные проблемы, вступают в бой, если можно так выразиться, дистанционно управляемые катера, начинённые взрывчаткой. И, как показала практика, им удаётся, как минимум иногда, сблизиться с российскими кораблями. Поэтому здесь важно, чтобы была рабочая модель, то есть штатно срабатывала боеголовка, правильно сконструирована, и тогда перспективы вполне имеются. Причём и в открытом море, как мы могли видеть, и в районе Севастополя. Есть, конечно же, слабости и уязвимые места. Когда этот кораблик, назовём это кораблик, да, это иногда просто моторная лодка, гражданская, переделанная в такого рода ударный боеприпас, когда она сконструирована именно на основе гражданских технологий, то она более уязвима. Например, если такого рода боеприпас очень сильно притоплен и почти незаметен с атакуемой целью, то есть лишь малая часть его над водой, то это делает его менее уязвимым. С другой стороны, это более сложная конструкция, естественно, более дорогая и более проблематичная для применения. В общем, корабли, которых собираются атаковать, если там бдительно несут службу, то, в общем-то, у них есть достаточно серьёзные средства обороны для того, чтобы поразить эти боеприпасы. Они, в общем-то, не неуязвимы, они заметны для радиолокационных систем, они заметны для наблюдателей и поражаемой артиллерии, например. Тем не менее, попытка не пытка, и я же говорю, судя по тому, как россияне не раз уже допускали корабли, такого рода к своим бортам, перспективы есть. Ну и, конечно же, есть ещё определённые ограничения. Например, насколько я понимаю, высокую волну, подобные катера не могут действовать вдали от берега. Но, опять-таки, есть вполне и времена, когда на Чёрном море штиль или что-то подобное. Поэтому возможности воспользоваться ими, их использовать на практике, конечно же, будут. Вот проявляют, насколько я вижу, военный креатив наше руководство, в том числе используя вот эти гражданские суда, начинённые взрывчаткой. Вы правильно подмечаете тот факт, что не всегда это может срабатывать. Но всё же успехи мы видим и Крымский мост, и различные другие. Вот это главный успех. В отличие от удара по кораблям, тут успех налицо, и он очень весом. Да, но я вот тоже хотел проявить некий креатив в своих размышлениях в отношении этих кораблей. А можно ли установить на такой корабль какое-то оружие по типу РПГ, которое бы на подлёте к кораблю, ну, на случай, если всё-таки не сработает взрывчатка, срабатывала бы вот эта РПГ, которая там за метров, я не знаю, как она работает, но за метров 50 бы плывёт же этот корабль точно на курс своей цели. Ну, промахнуться, наверное, сложно, возможно, но сложно. Но, тем не менее, можно ли придумать какую-то такую технологию? Можно, я вам скажу более того, это уже придумано, это реализуется, дистанционно управляемые катера с системами, назовём так, стреляющими системами. Это может быть и пулемёт, и лёгкая пушка, и управляемая ракета противотанкового типа, ну, например, наподобие «Джавелина» и барражирующий боеприпас, причём качественный барражирующий боеприпас, то есть я имею в виду что-то наподобие, ну, скажем, «Свичблейда-600», который Украина получает против небольших количеств. То есть боеприпас, который взлетает, десятки километров имеет дальность и является сам одновременно и разведчиком, и ударником. То есть оператор может через его боеголовку найти цель и далее скомандовать на удар. Такие корабли, такие воевого рода катера делаются в Израиле, например, в том числе. И как раз недавно американская морская пехота занималась вопросом проверки покупки в Израиле такого рода судёнышка, назовём это так, дистанционно управляемого аппарата с барражирующим боеприпасом. Проблема в том, что создать нечто такое, чтобы атаковало надёжно и достаточно серьёзным оружием, это не совсем не так уж и просто. То есть это серьёзная задача. И эти задачи решаются на протяжении лет при наличии соответствующих инфраструктур. Вот так вот спонтанно что-то, чтобы оно было рабочее и по-настоящему серьёзной угрозой для противника, это несколько сложнее. Насчёт РПГ, ну, видимо, РПГ всё-таки это такой несколько простой аппарат. Но, знаете, если уже он дошёл до дальности выстрела РПГ, то, скорее всего, он может уже и врезаться, большая вероятность, что он врежется и реализует тот настоящий потенциал, который в нём есть. А это или десятки, а то и сотни килограмм взрывчатки. Что касается РПГ, то выстрел, тут ведь нужно ещё прицелиться, это сложно, стабилизированный выстрел из РПГ при движении на море, это непросто, далеко. А главное, ущерб кораблю будет невелик. То есть здесь стоит рассчитывать уже, если ты совсем сблизился, стоит рассчитывать на собственный заряд взрывчатки, либо не сближаться, атаковать кого-то с дистанции барражирующим боеприпасом или управляемой ракетой с большой дальности. Но это более сложные системы, и так после кондачка, конечно же, их не создают на ровном месте. Услышал ваш ответ. Судно с бортовым номером АМС-1 принадлежит Израилю, Сахин-2 Греции и Илмаз-Каптан имеют турецко-грузинскую регистрацию. Именно три эти корабли прорвали сегодня российскую вот эту так называемую блокаду. Конечно же, не просто так они её, и не сами они её прорвали, а их сопровождало силы НАТО, разведывательные самолёты разного типа и один БПЛА. Также говорят, что ещё и в Румунии там стояли в аэропорту самолёты, которые также могли быстро среагировать. Очень интересная ситуация. Вот не решились россияне, то ли не решились на израильские, турецкие и грузинские корабли нападать, то ли не решились конфликтовать с НАТО, а может и то, и то. Здесь ситуация, в самом деле, очень интересная, несколько загадочная. Я думаю, она прояснится в ближайшее время. Но я практически уверен, что роль НАТОвских сил в данном случае она не была в качестве конвоя, который готов был вступить в столкновение с Россией. Это абсолютно противоречит нынешней стратегии НАТО. И не зря НАТО очень осторожно в своих действиях, кстати говоря, вплоть до того, что американский беспилотник был безнаказанно, ну, по сути, сбит в свое время российским истребителем. Американцы не отреагировали. Американцы считают, что до определенной черты идти на какой-то риск, даже минимальный, подчеркиваю, минимальный столкновение с Россией нецелесообразно. Поэтому в данном случае НАТОвская миссия заключалась в наблюдении, в самом деле, чтобы Россия чего-нибудь не учинила, а в нейтральных водах просто взять и атаковать суда, но это было бы не то, что беспрецедентным пиратством. Прецедентов хватает более чем, но это было бы слишком даже для России. То есть если бы Россия на нечто подобное решилась, это было бы обставлено так, чтобы не было прямых доказательств. То есть как-то вот атаковали, но непонятно кто, и можно пытаться свалить на Украину, например. Вариант номер два, атака уже в украинских водах, причем не обязательно судов, а можно и порта. Но я считаю, что здесь что-то произошло необычное. То ли это остаточные какие-то результаты зерновой сделки, отмененные уже, то есть либо нечто иное. К сожалению, предполагать, что гражданские суда будут свободно ходить, пренебрегая российской угрозой, я бы не стал. Потому что гражданские суда, это компании, владельцы судов, их цель – прибыль. Они не являются военными, и для них отнюдь не цель рисковать жизнью своих моряков, и тем более грузом или кораблями. В тот момент, когда они будут чувствовать, что есть реальная опасность, причем она не должна быть особенно сильной. Сложно рассчитывать, что коммерческие фирмы или кто-то к ним, имеющие отношения, будут продолжать рисковать. У России, к сожалению, есть возможность напугать, причем даже не прибегая к такому совсем уже откровенному нападению, атаки на конкретное судно в нейтральных водах, есть возможности напугать иностранных, да и не только иностранных судовладельцев, их страховиков, тех, кто страхует, чтобы это не происходило дальше. И я предполагаю, что если Россия сочтет это возможным, они поступят подобным образом. Это может быть атака украинского порта, например, когда там поблизости находятся или стоят сюда. В общем, здесь я бы хотел сказать что-то оптимистичное для телезрителей, но, к сожалению, я не вижу такого развития, что корабли и суда безнаказанно, что называется, без проблем проходят, а Россия на это закрывает глаза. Здесь, видимо, мы имеем в виду с единичным случаем или единичными, которые продолжатся до какого-то определенного момента, потому что трудно предположить, что Москва с этим смирится, смирится и махнет на это рукой. Давайте контрмнение все-таки дам. Не считаете ли вы, что это объединение НАТО? Возможно, они все-таки почувствовали, что они могут отстаивать свои интересы, объединились, прикрыли эти корабли и, в принципе, дали сигнал России, и что мы можем объединиться. Дали сигнал себе, что мы можем объединиться ради этой цели, которая нам нужна. Ну и дали сигнал экспортерам о том, что без России это можно продолжить и это будет абсолютно безопасно. Я здесь с вами не соглашусь. Это бы было коренным изменением стратегии НАТО, когда оно решило, бы решило, что оно, блок в смысле, решил бы, что столкновения с Россией их далеко не так пугают, и если что, добро пожаловать. Так вот этого коренного изменения не прошло. А если конвоируют и прикрывают, в этот момент должны сходить из предпосылки, что возможно столкновение. А если россияне атакуют, а что делать тогда? Или это псевдоприкрытие, или должны быть проработаны все эти сценарии, или мы отвечаем. Так вот, в такой ситуации, когда они атакуют, а мы отвечаем, в Черном море, тем более ради зерновой сделки, это, на мой взгляд, на данный момент очень далеко. НАТО не принято такое решение. Принято решение, естественно, наблюдать за происходящим, но не принято решение идти на риск конфронтации с Россией. Иначе бы мы увидели и другие, скажем так, симптомы изменения такого рода решений, вплоть до поставок немедленных Украине ракет Атакамс, более агрессивных ответов, например, американцев в Сирии, где, так же, как и на Черном море, мешают миссиям беспилотников и наносят им повреждения российской авиации. При том, что российская сторона слабейшая, то есть это очевидно. Но это ядерная держава и это государство, у которого, как считают в Белом доме, и не только в Белом доме, есть элемент неадекватности при принятии решений. И вот эти два аспекта, ядерный фактор и вот этот авантюризм власти, тот самый, являются тем самым риском, на который Запад не хочет идти. Опять-таки, напомню я о запретах, о запретах обстрелов американским оружием военных объектов на украинской территории. Даже ведь ситуация может быть настолько абсурдной, что в двухстах метрах от границы стоит орудие российское, и на него все равно этот запрет распространяется. Хотя с точки зрения законов войны и логики войны, это более чем легитимная цель. Запады, в частности, администрация Байдена с начала войны проявляют осторожность. Они свои барьеры психологические и другие, которые они себе ставят, они преодолевают, но делают это постепенно и очень медленно. И поэтому я не вижу пока такой ситуации, когда, скажем, Турция или страны НАТО в буквальном смысле конвоируют и пытаются на всякий случай чуть ли не дать бой россиянам, если те атакуют суда. Я скажу более того, даже суда гражданские, но чисто гражданские суда, не украинские, которые, опять-таки, их цель – прибыль у владельцев компании. Даже под конвоем, понимая, что их могут атаковать все равно, что они в рискованной ситуации, здесь мало кто решится в итоге таким делом заниматься. Более того, конвой и все остальное, а на украинской территории, вот он уже вошел в украинские территориальные воды, вот он в порту, будь то Южный, Одесса или Измаил. В общем, к сожалению, здесь надо констатировать, что ситуация не вызывает оптимизма, однако тоже в Москве могут быть, в Кремле могут быть свои соображения, они понимают, что они в имиджевом плане очень сильно страдают, когда вот объявляют эту полублокаду и вообще вышли из зерновой сделки. Иди знай, какие у них будут телодвижения. Я не исключаю, что они просто набивают цену ради заключения новой сделки, которая устроит их, ну и, естественно, устроит Украину и других партнеров. Услышал ваш ответ. Хочу продолжить мысль о том, что у России есть ядерное оружие, о том, что это ядерная держава, у которой есть фактор, как вы сказали, неадекватности, который учитывается. Вот заявление от сенатора США от республиканской партии Линдси Грэма прозвучало. Пора отрезветь, осознать, что ваше варварское вторжение в Украину не работает, уйти и спасти многих молодых россиян от бессмысленной гибели. Использование России ядерного оружия против Украины будет считаться нападением на НАТО. Достаточно такое, ну, жесткое заявление, которое, как бы, в нашем разговоре, опять как контр-мнение вашему, но я это зачитываю с точки зрения, чтобы мы нашли какой-то, в споре рождается истина, чтобы понимать, политическое ли это заявление, просто политическое, или это заявление, которое, опять-таки, фундаментально что-то меняет. И если это политическое заявление, зачем об этом просто говорить, если не готовы действовать? Ну, во-первых, надо понимать, на какой позиции находится сенатор Грэхэм на данный момент. Он не принимает решения вместо американской администрации, более того, он в оппозиции. Так что здесь он в заметной степени высказывает свое мнение и пожелание, как должно быть. То, как же, то, с чего желает Грэхэм, автоматически, не означает, что автоматически тот же самый подход соответствует политике нынешней администрации. применение ядерного оружия по Украине и, как знак равенства, применение ядерного оружия против НАТО, то есть, вот, как равноценное такое уравнение, официальные лица, я бы сказал так, те, кто руководит государствами НАТО, в том числе Байден, вот так вот, в отличие от Грэхэма, они не высказывались подобным образом. Это важно отметить. Здесь, в первую очередь, важно смотреть на тех, кто принимает решения, а не оппозиционеров, хоть и важные политические фигуры. Однако, такого уравнения они не выдавали в открытую, однако, надо понимать, что, не дай бог, подобное, может, подобное случиться. Безусловно, Россию ждут очень тяжелые последствия. Я не могу говорить за, решать за НАТО, и даже сенатор Грэхэм не может решать за администрацию нынешнюю, но, безусловно, сказать, что это не останется безнаказанным, это ничего не сказать, и Россию ждут тяжелейшие последствия просто катастрофического масштаба. мнение по поводу другой ядерной угрозы Запорожской атомной электростанции и Крымского Титана в контексте того, что западные партнеры не шибко сильно-то отреагировали на подрыв Каховской ГЭС, которая по своей силе уничтожения, ну, тоже достаточно, это серьезное, это экоцит, это просто тоже тысячи людей, которые пострадают и в дальнейшем, и природа пострадала, и тоже смерти людей были в том числе, потому что территория была затоплена, где люди могли быть лежачие, просто умирали ужасной смертью, ну, мы все это понимаем и знаем, но интересно, ваше мнение по поводу будет ли реакция, если все-таки произойдет вот этот вот подрыв Запорожской атомной электростанции, какая-то ядерная провокация, вот по сравнению с вашим мнением насчет того, что Россия выпустит ядерное оружие, но если не ядерное выпустит, а выпустит вот такую провокацию, то что ее ждет? Ничего хорошего Россию не ждет в этом случае. Здесь важно упомянуть, что сравнение происшедшего трагедии, которая произошла после подрыва Каховской ГЭС и потенциальной возможности, назовем это, ядерного теракта, когда с серьезным радиоактивным заражением осуществляется такого рода действие, оно не совсем корректно, потому что, несмотря на тяжелые последствия экологические, экономические и трагические с точки зрения судеб людей, погибших, а ведь погибло тоже немало людей, это несколько разные вещи рассматриваются под разным ракурсом. Ядерный терроризм, что называется, абсолютно неприемлемый, гораздо больше нетерпимость встретит у международного сообщества, гораздо большую нетерпимость. Более того, здесь у такого потенциального хода я практически не вижу никаких плюсов для России. Даже, допустим, в тот момент, когда они чувствуют, что потеря запорожской актер-станции очень близка, подобного рода провокация приведет к серьезным последствиям с точки зрения ответов западных стран. Более того, за радиоактивное заражение, ведь тут может даже в небольших количествах ветер же меняется, он может и до России долететь, и до контролируемой Россией Крыма, и, естественно, до Европы. И это тоже фактор, который принимается в расчет россиянами и западными странами. Это будет абсолютно нетерпимый шаг, а с другой стороны, от него почти нет никаких плюсов. Ну, допустим, возникла очень сильно зараженная территория в районе Запорожской АЭС. Это не помешает украинцам, если будет идти успешное наступление, скажем, на соседнем участке фронта, это не помешает им. Это принесет очень долгосрочный ущерб тем, кого они считают своими. Эти территории они, в общем-то, даже аннексировали. Это принесет очень серьезные проблемы с Западом и не только с Западом, и с Китаем, с ядерным терроризмом, не шутят. И главное, я почти не вижу плюсов. Я еще раз возвращаюсь к этому. Я почти не вижу плюсов. Что мне видится вероятным, это то, что если на повестке дня станет потеря, будет. Смотрите, конечно же, нельзя полностью, так сказать, отрицать возможность. Но я рассматриваю это с точки зрения плюсов и минусов. Я вижу в большей степени серьезнейшие минусы для России, и реакция на это будет не такая, как на Круковку. И почти не вижу никаких плюсов ни военного, никакого другого. Не то, что почти, а вообще не вижу. С точки зрения практики мне видится реалистичным другой вариант. Это то, что они, если у них будет время при отступлении, постараются вывести ее из строя без серьезного радиоактивного заражения, постараются вывести станцию без из строя. Но это касается, этот прогноз мой касается любого более-менее ценного объекта, начиная от моста и заканчивая какой-нибудь трансформаторной путкой. Где у них будет время вывести, они вывезут. Где будет время взорвать, взорвут. Так стратегию выжженной земли никто не отменял. И, кстати, во время отступления с Херсонщины кое-что из этого не продемонстрировали. Они взрывали инфраструктуру, кое-что увезли с собой, в том числе, если я не ошибаюсь, даже машины скорой помощи были увезены. И, как выяснилось, даже картины из музея. Так что вот это наиболее реалистичный сценарий. Что касается Титана, то в данном случае пока он находится в глубоком тылу России, российской территории, ныне контролируемой, я имею в виду оккупированной территории, поэтому о том, готовят ли его к подрыву или какой-то диверсии, говорить рано. Об этом можно будет более реалистично какие-то давать оценки, когда украинцы будут близки к тому, чтобы атаковать Крымский полуостров с запутными силами. Но для этого еще должно пройдет немало времени, пока на повестке дня украинской армии стоят другие вызовы, прорвать линию обороны россиян достаточно далеко от Крыма, поэтому об этом говорить еще рано. Ну вы понимаете, мы же с вами обсуждаем в контексте того, что Россия взяла за это всю ответственность, они скорее всего будут действовать скрытно, как из Каховской АГС обвинят Украину, скажут, что нет, нет, это не мы, это вот они все сделали, а Европа-то как устроена? Юридически она скажет, ну надо разобраться, потому что такие вот заявления звучали на самом деле от западных, скажем так, голосов во время Каховской АГС, что тоже там, ну надо бы разобраться, кто же это сделал, почему это произошло, и вот пока будет разбираться, еще сто лет пройдет, так сказать. Вы есть, такой момент, но тем не менее, важной, есть, конечно же, к любому вопросу можно подойти формально и юридически, мол, подрыв, пока на место не пришли, не сняли отпечатков пальцев и следов взрывчатки, нельзя формально утверждать, что она была подорвана, такой подход известен. Однако же есть и здравый смысл, и когда речь идет о здравый смысл, более того, и понимании, и знании. Поверьте мне, очень серьезные разведывательные возможности западных стран, и в первую очередь американцев, задействованы на отслеживание ситуации. С ядерным, ядерный терроризм и ядерная опасность это то, с чем совсем не шутят. И к этому относятся очень серьезно, и поэтому для того, чтобы понять, что это не Украина сделана, у Запада будет достаточный инструмент. А ведь Россия, конечно же, может обвинить Украину и сделать любые утверждения, однако важно понимать, кто в это поверит. Если в это поверит сугубо часть российской общественности, провоенной и подверженной пропаганде, то это не та цель, не то, что сработает на западное общественное мнение, тем более на тех, кто осведомлен хорошо о происходящем. Поэтому Россия, если бы хотела, если бы Россия чувствовала, что провокация принесет пользу и чтобы можно было в самом деле что-то серьезное свалить на Украину и Запад бы в это поверил, то возможно бы Россия такой шаг предприняла. Однако предпринять очевидные действия, которые достаточно для их высокой доли вероятности будут разоблачены и потом обвинять Украину, это на западную аудиторию абсолютно не сработает. Ну а для собственного пропагандистского эффекта в своей территории, в своей стране это в общем-то не имеет большого значения в данном случае. И тут хочу вернуться к нашей мысли, с которой мы начинали диалог, точнее вашей мысли и теории о том, что НАТО не готово к эскалации, вот когда мы с вами обсуждали историю с кораблями и прикрытия вот это, что они не готовы пойти на конфликт, то если же вот смоделируем эту ситуацию все-таки на Запорожской атомной электростанции произойдет взрыв, если их разведка будет 100% уверена в том, что это сделали россияне, но россияне будут открещиваться от этого, перед НАТО стоит опять вот эта дилемма, либо в корне менять вот этот подход, о котором вы сказали, не диэскалации, либо принимать очень жесткие решения. Какие это могут быть решения, и примут они их или нет? Я не сомневаюсь, что примут страны на уровне страны, в том числе на уровне блока НАТО. Я бы не говорил, что будут предприняты действия непосредственно военного характера немедля, однако действия в том числе и экономического, и дипломатического, и другого характера, а также помощи Украине, резкого расширения помощи Украине и многих других мер, они могут быть очень весомыми, гораздо более весомыми, чем то, что происходит сейчас. И у России, например, если у России возникнут проблемы с торговлей нефтью и газом, и еще кое-какими другими областями, то Россия окажется в очень серьезном, Россия столкнется, сказать, с проблемами, это ничего не сказать. Поэтому действия есть у НАТО, я не могу есть. НАТО не зря, и страны НАТО не зря не озвучивают то, что они могут сделать. Я не удивлюсь, если кое-какие вещи кулуарно доносятся до россиян, или по крайней мере тон соответствующий доносятся. Поэтому гадать, что именно они предпримут и какой у них протокол на довольно такую нестандартную ситуацию, я не могу, однако я уверен, что действия будут серьезные. Более того, Россия, как я уже говорил, выгоды практически никакой нет, а утверждением, что это украинцы, никто не поверит на Западе. И более того, я бы сказал, что совершив такой шаг, Россия еще и рискует. Ведь она рискует тем, что какие-то граждане, причем это могут быть поддерживающие Украину, кто-то из живущих в России, это может быть само украинское руководство, которое решит, что переедены красные линии, пойти на такого рода месть, я бы сказал, похожего характера. То есть нанести удар, например, по ядерной электростанции в России. Причем это может быть кто-то даже самостоятельно попытаться сделать из чувства справедливости. Когда ты переходишь красные линии и загоняешь противника в угол, что называется, а это будет, несомненно, чем-то подобным, иди знай, кто и как отреагирует. И я думаю, что в России должны это тоже прекрасно понимать. Причем отреагировать, подчеркиваю, могут и люди, индивидуально, и даже руководство, о возможности Украины есть, в том числе и запрещенным оружием, которое запрещено применять по территории России, незапрещенным, на уровне диверсии. Поэтому такой шаг, он может повлечь очень серьезные последствия и был бы крайне неразумным. А что касается россиян, которые способны на те или иные шаги, то, как ни странно, таких тоже хватает. Волна поджогов военкоматов, например, причем в последние дни, она намекает намного. Там, правда, случаи, множество случаев совершенно странных, когда в самом деле мошенники убеждали, мошенники, кто-то убеждал наивных людей, даже, видимо, не в себе, немного осуществить этот шаг. Но я просто привожу пример. Есть те, кто по идеологическим соображениям могут совершить тот или иной поступок, и есть те, кто из чувства мести или даже будут числяка безумными. Я бы учитывал этот аспект. Я думаю, что российское руководство тоже должно это понимать. И в конце концов, если речь идет о ядерных электростанциях, ведь в Украине есть и другие действующие ядерные электростанции, и теоретически они в зоне досягаемости российского оружия, конвенционального. Кстати, как и российский в зоне досягаемости украинского. Однако стороны от этого воздерживаются, и все не зациклилось от ночь на Запорожской. Надо это тоже учитывать, и все прекрасно понимают, ну, по крайней мере, до сих пор, что этот шаг был бы, видимо, нецелесообразным, и минусов гораздо больше. Я думаю, в Кремле я имел в виду, чем плюсов, и надеюсь, что они продолжат это понимать. Атаки на Москву продолжаются, скорее всего, с участием украинских дронов под названием «Бобер». Эти БПЛА имеют дальность полета тысячу километров. Сообщается, что в будущем «Бобров» будут использовать в гораздо больших количествах, чтобы преодолеть ПВО и РЭП. Тут интересно, конечно, какой заряд несут эти «Бобры» и какая цель вот конечная, допустим, атаки на Москву. Ведь разрушения, скажем так, не прям вот шибко сильные. Но, конечно, и политически, и психологически некоторое влияние точно есть. И, самое главное, если они летят на тысячу километров, какой же смысл бомбить Москву, если можно бомбить аэродромы, с которых поднимаются самолеты, и, конечно же, Крымский мост? Ну, Крым, давайте начнем с Крымского моста. Крымский мост для такого рода боеприпасов, такого рода боеприпасы для него, как песчинка, по большому счету. Для Крымского моста нужны тяжелые боеприпасы, ну, либо специфический подрыв. Поэтому, но вы очень правильный, затронули очень правильный момент. Удары, те, которые мы видели последние три дня по Москве-Сити, по Москва-Сити носят, по большому счету, медийный характер. И такой вот, это попытка дать, причем удачная, публичную пощечину российской власти, российской армии, порадовать, кстати, украинскую общественность, которая ужасающим образом, украинское общество страдает от войны уже почти полтора года. И видеть то, что и в Москве, до Москвы долетело, что от греха таить, подавляющему большинству украинцев, это приятно. Кстати, в Израиле правительство иногда уже наносит удары, в том числе, руководствуясь подобными соображениями. Когда люди в отчаянии, в очень плохом настроении должны увидеть какой-то вот такой визуально заметный результат. Так что, в первую главную очередь, это были медийные. Понятно, что они априори не рассчитывали, те, кто атаковал, я не знаю, какая служба, и кто конкретно за это ответственный, нанести серьезные повреждения. Более того, и заряды, и взрывчатки были незначительные количества. Это был эффект моральный, в первую очередь, причем с воздействием на обе стороны и так своего рода троллинг. Особенно то, что три дня спустя после того, как российская Минобороны заявила, что средства радиоэлектронной борьбы отклонили аппараты, при этом, правда, они попали в Москва-Сити, чисто случайно в одно из самых символически важных мест в городе. Вот так, какая вероятность того, что именно туда попали отклоненные дроны, а не, скажем, какой-нибудь полисадник и дом. И вот, видимо, чтобы доказать несостоятельность и как-то даже в какой-то мере посмеяться над этими заявлениями через три дня ровно в то же место. И главное, что удивительно, российская Минобороны не постеснялась заявить, что оно снова отклонило и снова таким чудесным образом он попал ровно туда же. Даже тут уже закрадывается мысль, что это не отклонение, а перенацеливание специально в Москва-Сити. Но шуткой в сторону, я думаю, что это было именно это было целью. А вот дальше идет важный момент. Медийные удары медийными ударами это довольно важно. Но в идеале необходимо наносить противнику реальный ущерб. Это и отвлекать его ресурсы ПВО, которые, кстати, вот такими ударами тоже как-то отвлекаются, и наносить ущерб военным объектам. Военным объектам или объектам двойного назначения. Как вы правильно заметили, это аэродромы в первую и не последнюю очередь. И другие. Более того, таких объектов хватает и в районе Москвы, и не только. Это в глубине России и гораздо далее. Москва это плюс-минус 500 километров. Не знаем, где была точка запуска, но дальности в тысячу километров должно хватить, во-первых, до Санкт-Петербурга примерно, а во-вторых, для многих других мест интересных в России с точки зрения военной. Для того, чтобы регулярно поражать военные объекты и наносить существенный ущерб и раздергивать российские ресурсы, необходимо большое количество, будь то бобры или будь то кто угодно, но другой представитель флоры или фауны, но важно большое количество работающих, довольно помехоустойчивых машинок с большим радиусом, там, тысячу километров, 500, от 500 до 1000 километров, с неплохим зарядом взрывчатки и главное их массовое производство, и чтобы они были надежны. И вот тогда можно достичь довольно ощутимого эффекта не только на уровне сенсаций, когда атакован Москва-Сити или купол Кремля слегка пострадал, но насколько можно судить, украинцы гораздо более активно, что называется, по делу практически атакуют, например, цели в Крыму. Это, конечно, менее резонансно и далеко не всегда мы можем понять, была ли атака на самом деле и насколько она была успешной, потому что местные власти заявляют всегда все перехвачено, все путем. Тем не менее, Крым это как раз пример, который атакует достаточно методично и по мере создания бобров, по мере бобров это и атак, но создания достаточного количества рабочих дронов, видимо, атаки будут учащаться. И Украина, если мы сравниваем с началом войны, то Украина совершила серьезный, ну не скажем, качественный скачок, но да, по сравнению с первыми атаками очень серьезный прогресс, длинная рука стала крепче и стала длиннее, но еще раз по-прежнему до такого систематичного поражения военных и важных объектов на территории России или по крайней мере таких попыток еще далековато, но прогресс налицо, а здесь только практика покажет, насколько он будет реальным и насколько большое значение он будет иметь или не будет, если он не приобретет должных масштабов. Общаясь с военными экспертами, я вот пытаюсь все-таки получить ответ на интересующий меня очень сильно вопрос по поводу Чингарского моста. Мы видели разрушения, они, конечно же, относительно серьезные, поскольку все-таки смогли некоторым образом остановить снабжение по этому мосту именно железнодорожной ветки, но я думаю, что все-таки это быстро решится, относительно быстро, но даже несколько дней не снабжения, это в любом случае нам только в плюс. Но меня интересует следующее, а каким видом боеприпаса, глядя на эти разрушения, мы могли, в принципе, их нанести? Это скальп французская ракета, вот эта вот, которую анонсировали, что нам дадут? Это шторм шэдоу или это вот эти же бобры-беспилотники? То есть как можно понять, каким именно оружием все-таки там был нанесен удар? Гипотетически. Здесь как раз достаточно несложно. Более-менее прийти к почти стопроцентному выводу. Это точно не бобры и точно не легкие беспилотники. Легкий беспилотник даже с зарядом в несколько десятков килограмм взрывчатки не пробивает дыры такого рода в мосту. Кстати, вы по примеру того, как действует шахет, можно судить кое-что, сделать кое-какие выводы о потенциале разрушения и специфических повреждений, которые они наносят. Здесь практически наверняка задача ставилась попасть по очень небольшой узкой цели. Должно было задействовано крайне высокоточное оружие, а по дальности и по типу пробоины кое-какая есть и заметно, в общем, там на снимке показано, что и как. Главное, из-за дальности и характера цели здесь обвинение может быть только в сторону Storm Shadow или Scalp я почти я практически уверен, что ничего другого не было задействовано по той простой причине, что украинцев не из чего выбирать больше в данном случае, а это то самое эффективное средство, которое годится для поражения этих целей. И здесь важно такое замечание, Scalp и Storm Shadow это практически одно и то же, это всего лишь другое название, у французов первое употребляется именно Scalp, у англичанов Storm Shadow, причем производство оно в большей степени французской, чем британской. В обоих случаях это по сути одна и та же ракета и Scalp уже был получен. Насколько можно было судить, в небольших количествах, но он уже Украиной был получен и я предполагаю, что и применялась соответственно именно эта французская версия одной и той же ракеты. Я предлагаю нашим зрителям, которые сейчас смотрят это видео, проявить активность и если вам понравилось это интервью и наша беседа, пожалуйста, оцените ее в комментариях. Вы можете это сделать, я комментарии читаю, иногда даже отвечаю, когда есть время. Очень приятно читать конструктивные какие-то отзывы и замечания и, конечно же, ваши вопросы, которые также могу зачитать в эфире. Давид, я благодарен вам за такую всеобъемлющую и разностороннюю аналитику. Действительно, очень приятно это было слушать и приятно получить вот такую информацию с абсолютно разных сторон. Благодарен вам за ваше время и желаю вам хорошего вечера. Спасибо вам большое. Благодарю вас за беседу, было очень плодотворно. Всего хорошего. До свидания. Спасибо.